Встречайте, Ирина Хакамада! Как достичь счастья в жизни и успеха в бизнесе? Бизнес-тренер, общественный деятель и телеведущая Ирина Хакамада делятся с зрительным залом собственным рецептом успеха. В авторской программе «Дау жизни. Три шага к успеху» совмещены восточная философия, западные бизнес-подходы и примеры из личной жизни. Один путь – стремиться добиться успеха, все закрепить, рискнуть, вложить, получить деньги и дальше бежать дальше, и дальше, и дальше бежать, бежать от одного проекта к другому, от одного проекта к другому, и каждый раз надеяться, что успех продлится долго. Большинство таких предпринимателей к 30 годам выгорают. В зале правительства Московской области яблоку негде упасть. За новыми знаниями и знакомствами на форум «Мой бизнес» пришли более тысячи будущих, начинающих и опытных предпринимателей. Елена Комарь вот уже два года руководит компанией по производству экологически чистой органической молочной продукции. Говорит, что пришла на форум за вдохновением. Хотелось посмотреть и послушать, что происходит у людей, то есть какие идеи, ну понимая, сейчас послушаю, допустим, Ирину, да, я понимаю, что, ну да, собственно говоря, так и двигаемся. Бесплатный форум «Мой бизнес» проводится в рамках нацпроекта «Минэкономразвитие» совместно с университетом «Синергия». Подмосковье стало 15-м регионом, где прошла встреча предпринимателей. С коммерсантами делились опытом и секретами успеха гуру маркетинга Игорь Ман, генеральный директор лейбла «Блэкстар» Павел Курьянов, основатель сети барбершопов «Топган» Алексей Локонцев и многие другие. И наши спикеры на всех форумах дают действительно самую актуальную информацию. Это информация и знание о том, как выстраивать правильно финансовую модель, как выстраивать отношения с клиентами, как позиционировать себя в социальных сетях и использовать их для увеличения своих продаж, как выходить на внешние рынки, на экспорт, как выстраивать бухгалтерию. Не только знания, но и конкретную финансовую помощь предпринимателей также вправе получить. Для этого в Подмосковье уже заработали центры «Мой бизнес». Это аналог МФЦ. Только здесь услуги получают предприниматели от консультаций до реальной финансовой помощи. Через эти центры предоставляются услуги, связанные с поддержкой бизнеса. Это и поддержка экспорта, получение микрофинансирования, услуг гарантийного фонда, а также с этого года такие услуги, как маркетинг. К 2024 году такие центры помощи предпринимателям планируют открыть в каждом субъекте страны. В Московской области их уже 12. Регион в тройке лидеров по числу предпринимателей. В Подмосковье 1 миллион 100 тысяч человек заняты в малом и среднем бизнесе. Однако в целом по стране число коммерсантов оставляет желать лучшего. Малый и средний бизнес во многих странах – основа экономики. В нашей стране сегодня роль малого и среднего бизнеса в ВВП должна быть значительно выше. И национальный проект устанавливает цель треть вклада МСП в ВВП страны. И, собственно, ровно поэтому сегодня малый и средний бизнес – объект внимания, поддержки. В России доля малого и среднего бизнеса в экономике сегодня не дотягивает до трети. Сейчас это около 27%. Исправлять статистику – задача национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. В его реализацию входит и проведение форума «Мой бизнес», одна из задач которого – привлечение в предпринимательство как можно больше инициативных граждан. Спасибо.